Алексей Фёдорович Головлёв Начало Великой Отечественной войны старший политрук Головлёв встретил на Дальнем Востоке. В январе 1943 года Головлёв прибыл на Черноморский флот, окончил курсы офицерского состава в Гагре и в звании капитана был направлен в 384-й отдельный батальон морской пехоты. Принимал участие в боях за Бердянской Мариуполь, освобождал сёла Херсонской области, был награждён Орденом Красной Звезды. В марте 1944 года началось освобождение Николаева. Из состава 384-го отдельного батальона морской пехоты выделили группу десантников. Головлёв был назначен заместителем командира по политической части. Двое суток отряд героически сражался и отбил 18 атак противника. Во время последней атаки фашисты применили танки-огнемёты и отравляющие вещества. Но наши бойцы не сдались. Они с честью выполнили боевую задачу. Почти все – ценой своей жизни. Также в рукопашной схватке погиб и капитан Головлёв. Весь о подвиге 68 десантников разнеслась по всей стране. Верховный главнокомандующий приказал участников группы представить к званию Героя Советского Союза. В их числе был посмертно награждён и капитан Головлёв. Продолжение следует...